Сегодня у нас 28 июля 2018 года, утро, еще до завтрака, начало восьмого. С миром! С миром! С миром! С миром! Вот что, иду и думаю, захожу, вот встречают меня, кошечкам готовы, но еще маленечко и вас не будет, ни Марины, ни Оли, как-то по-другому все изменится. Когда ребятишки уезжают, они купаются, тогда купались, пирс был у нас, а тут все, в пледу, холодные, черные волны, Катя стоял, 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 и где мои ширшики, куда они все пододвигались. Вспоминать будем. Вчера с Галиной там ходили, и вот зашли в одно место, это с обратной стороны, графа штанта, она там знает, ксерокопию делает. И, ну, я все знаю, она все знает. И дело же, два рубля одна сторона, да какая же это цена сегодня, двата рубля. Даже на 50 рублей не дотянуло там, а мы с тем копий по три страницы сделали. И какая-то там как бурятка. И поговорили с ней, и мне все понравилось, почему-то еще на день такой, как бы, трудный, в то же время радостный был. Ну, я говорю, сфотографируйте. Она ушла, сфотографировала, ассерокопировала и куда-то ушла. Каля пошла ее, вызвала Аню. Она ни слова не говоря, встала около аппарата. И сегодня я уже фотографию послал Галле. Хорошая до того. Идем через дорогу переходить. А тут раз, красный свет. Девушка первая остановилась, а мы за ней вторая. Я тогда фотоаппарат девушки отдавили. Говорю, сфотографирую нас. Размернулся. Я листом как будто иду сюда, с Галей сфотографировались. Ну, интересные фотографии. Очень хорошие. Она, Галя, пытаясь, отвела меня за правую, как через улицу переходить. А у меня в коленку ступила. Она за руку у меня. Я говорю, с левой стороны. Пошли. И фотографии уже готовы. Сегодня у меня день такой. Надо умолить, чтобы Елена Анатольевна, Варабаш, почти до обеда со мной была. Сейчас я посмотрел, как написать жалобу Путину, там, другим. А отдельно же. Писем 7, наверное, придется опять направить. Конкретно в руки кому. Это надо в интернетной версии и в письменной на контроль. А это я пошел уже во вторник и сразу уведомление дам в прокуратуру, чтобы сидели тихо, спокойно, ждали ответов. Это, понимаешь, просто так сказать. Я знаю Писание. Писание говорит, ты иди к Параону. Он выведет народ. Не выведет. Я его ожесточу. Пока ты идешь, он все не согласен уже. Все на твоей стороне, как бы. Но пока ты идешь, он будет против. Ты иди, Бог говорит, а я ожесточу его сердце. Вот. И поэтому схватились, говорит, два змея драться. А Аман там был, Мордахей. И Аман должен, он при власти был, Мордахея-то ничего и не было. Ему только в морду били. Все было, было то у него. Ну, схватились. Определенно представитель власти, заместитель императора. Он говорит, раздавлю я его, как клапа делать еще. Но получилось по-другому. Бог отнял сон у него. Начали читать архивные данные. Про Амана еще там не написано. А написано про Мордахея. Он спас жизнь от отравы. Ну, а дальше уже началось другое. Сариса тут. Все поднялись на молитву. И он уже висит на виселице. Все. В один день. Притом он уже намерен был царя сместить на его место. Ему не хватало. Ну, все. Родственники, сыновья, вопят все. И сыновей повесить. Все туда кончилось. Это поучительная история. Говорит о том, что никогда не надо прежде времени складывать оружие. А то мне тут знакомая одна. Да зачем вам это? Да пусть они ломают. Я говорю, ты хоть будь, забей их сначала. Ты узнаешь. Мы из года в год все это. Представь, каждую палочку ее надо найти в лесу. Ах, кривой клён. Это же не сосна. Из них, из кривых. И теперь сделать целую кровлю. Не в одном. А сколько подряд идет кель. А там столько времени в лесу ходили. Смотришь, клён. Он весь вот такой вот идет. Теперь и ваш курить надо. Высушить. Потом глину возили. Тогда глины не было. Бочку поставили. В воду возили с пруда. Ни насоса, ничего не было. Топтать. Коня надо застали. На коне топтать стену. Чтобы сверху эти кривые, как называется, следи. Крыша наклонная. Ровно сделать для шипера. И оно тепло. Глиной, соломой. Там тяжесть большая. А потом только покупать шипер. А шипер это каждая шиперина. Она там сегодня стоит 100 рублей больше. Это надо было машину заказать привезли. А я теперь приеду сломаю. Хулиганство это просто. Повторяю, в 1998 году на нас было за два месяца 18 комиссий. 15 комиссий. 15. Притом это комиссии. На нескольких машинах. Представители власти. Милиция. Даже ФСБ. КГБ тогда было. Пожарные. Электрики. Разные-разные. Краевая администрация. Районы. Глава администрации приезжает. И заместитель его. Ничего не сделали. Фильм поставили против нас. Фильм. Снимали. Приехали. Гитарка прислали. И он снял. Показал. И спрятал. У нас там работала одна Ольга Викторовна Унагаева. на радио-телевидении где-то. И она каким-то путем. Ну, не его лично. Там сейф-то, который снимал. Вот. Там его, как раз, Сергей Николаевич, звать, снимал. И эту кассету-то нам дать снято. Так он прямо из рук выхватил ее. То есть он уже пошел. А он бывший летчик. Лавриненко. Что что-то не то. Он закатиться-закател. В интернете показали. Теперь я, называется, сатисфакции потребовал. То есть удовлетворение за оскорбление. Подределила репутация. А тут один родитель посмотрел. Мгновенно приехал. Там уже вечером. И ребенка все. Еще не говорит. И я телевидение видел-то. Когда пошел ребенка-то спрашивает. А ребенок говорит, что у этого папа не было. Да вас не кормят тут. Там где-то под землю. Ты что? Тут каждый день купаются. По шесть раз говорит. Он развернулся назад. Крещен это. Я виноват. Вот я взял ребенка. Я поверил. Я говорю, нет. Это уже. Зачем мне это нужно? Вы уже поверили. Вы уже не с нами вместе. И другой лагерь найдете где-то. Ребенок не виноват, конечно. Вы поторопились. Но взять назад не виноват. У меня свои принципы есть. Я тебя не вызвал. Ты поверил. Давал ребенка. Ты знал. И какую-то посмотрел там передачу. И даже не позвонил мне. Вот тогда телефонов этих не было. Вот такая была большая-большая атака на меня. А потом я вернулся. В суд подал. И три, кажется, процесса было. И все выиграл. Все. Они заплатили. Сразу указания по телевидению показать это опровержение. Меня предупредили. Герасченко у них там главный был. Ну и звонит. У них программа. А им сказали. Самое такое время. Допустим, в пять вечера показать. Или в шесть, когда люди дома где-то. И они прислали ко мне Масалов. Фамилию. Помню его заместитель этого Герасченко. И, так сказать, давайте вот так сделаем мы. О вас хороший фильм поставим. А вы снимите эти требования от нас. Вот. Когда вы поедете в следующий год. Я говорю. Как так? Еще не были уже хорошие. Но уже я доверять ему. Не видел ни дня. И уже обо мне поставят хорошие. То есть вам разницы нет. Долбанули тебя. Значит теперь я хороший стал. Мне это не надо. Я какой хороший? Я человек. Хорошие это благие. Благие это значит только Бог благ. Не было. Не разговаривали. И уже хороший. А пришел Масалов. Мы на дому у меня сидим. Я не могу это сделать. Я говорю. Ну как-то надо. Понимаете. Это самое такое время. Они же деньги за все получают. Я говорю. Я не настаиваю в какое время. Я говорю. Да нас никто сейчас не спрашивает. Судебный пристав прямо указание дал. В это время показать. Завтра. Придите лапки на что он смотрел. И оказывается у них власти. А никакой власти то и нету. Все. Я говорю. Ну я снимаю это. Чтобы в это время это переставьте. И мы не можем. Нам указание дано. Вы только можете теперь это сделать. Передвигать. Я говорю. А зачем буду передвигать. Вы меня вначале дал бы. Нет. Нет. Это я говорю определенно. Он еще прокурор не знает. Что дальше будет. Он думает. Я прокурор. Полковник. И теперь все. Да нет конечно. Все у Бога. Оман Копой был. Повесили его. Он на висимости. Все-таки ноги болтаются. Так что. Берия Копой был. Вся власть. Ну. Уничтожили. Как будто никогда его не было. Он не знает еще что все болятся. Я поехал на терапию. У меня Нианин. Он все тебе принял молиться. Замы все видеорасположены. Вот я к вам зашел сейчас. Уже привык как-то к этому. Уже не два дня-то. Все тут. Рыжая моя тут лежит. Вот она лежит. Кошки провожаю. Сейчас приду. У меня готова. Она будет готова. И Володя все сделает. Ну как-то. По-другому. Привыкаешь. Приятно так. Это все. Вот так. Дальше будет. Сегодня сейчас придет Сергей. Я с вами отдельно разговор проведу. Там. Что вам поручение будет дано. Обязательно к отцу Кириллу заехать. Чтобы он вам дал на переезд денег там по городу. И у него аппарат сломали один угол. Выхватывал. Чтобы там написал инструкцию. Что делать. И они сделали. А потом дождаться. И с окази обратно прислать. Он работал первое время-то. Немножко. Вот такие нет. И сегодня я пойду тоже помолиться об этом. Чтобы Елена Анатольевна выбрала время. Почему я себе не доверяю. Там не вижу. Тут не слышу. И еще с меня. А это очень серьезно. Количество знаков. Я знаю как. Не больше пяти тысяч. А конкретно Путину. Бесплатное звонок. Бесплатный юрист. И за неделю они шестнадцать с половиной тысяч накописем. Представьте. Да. Обработали. Но наше письмо. Оно просто притягивает. Я не о себе говорю. Я говорю о том, что себя отдаю. И бесплатный музей. Это три с половиной миллиона примерно детей. Которые могут жить по-другому. Если бы с ними занимались. Никому не нужны и беспризорные. Выкинутые. Я вообще все это понимают. Это настолько сильно. Что это. Речь идет не о человеке. А не о ребенке. Которого в садик не берут. Там. Залобы-то какие там. Считать нельзя. Речь идет о миллионах. Загубленных жизней. И это. Это никто этим не будет заниматься. Здесь конкретно. На практике. Они разводят руками. Это как же так. Это и. А зачем. А зачем он прокурор. Зачем ему надо. То другое. А я вспоминаю. Пашков был. Кажется Афанасий его звать. Воевода. Пашков. Ему было дано указание. Его там куда-то в Даурию сослать. Протопоп по вакууму. И он. До этого еще был. А тот то ли выпил. То ли еще. И на него выхватил. Пищальскую. Осечка. А вон стоит. Протопоп перед ним. Второй раз. Опять осечка. Два раза. Два раза. Перед смертью стоял. А он. Матушка Богородица. Уйми дурака. Молитва простая. Мне так и хочется. Сказать. Матушка Богородица. Уйми дурака. И ты. Протопоп услышишь эту молитву. Ни за что. Хотел убить. Он говорит. Апанасе придет время. Ты придешь ко мне. Я тебя в монахе постригу. А воеводу. Зади эти слова я тебя повешаю. А когда вернулся. Ему там счет поставили. Дорогой счеты делал. Почему людей молил. От голода умерло 470 воинов. Воинов. Которые охраняли воеводы. Ну и мука. А. Указ видимо был. Монахов не казнить. А. Там где-то. И он прибежал к нему. Посреди меня скорее монахи. Он говорит. Да я же тебе говорил. Все изменяется в этой жизни. Все не так. Завтра так. Это жизнь говорит. Как на качелях. Кто кверху поднимет. Кто книзу опустит. Вот я сейчас все вспоминаю. Сегодня. Так лег спать. И до того. И сон спокойный. И еще на душе. Но я то ни в чем не виноват перед ними. И поэтому. Если только возможно будет. Самый из них такой боевитый депутатов. Это Жириновский Владимир Вольфович. Если до дела дойдет. И он выступит. И поднимет. Это будет грай на всю страну. Сегодня мы в Государственную Думу напишем. Генеральному прокурору. Лично Путина. Медведева. Да еще и письма пошлем. В письменном виде. Они еще не знают куда напоролись. Как мне говорят. Я в университете преподаю. Ну вот на вас нападают. Вот там. Нанесли удар. Я говорю. На каждый удар отвечаю. Серия ударов. Почему? Потому что это не мое дело Божие. Я за дело Божие. Я за детей. Некоторые здесь лагерь не закрыты. Я его сам закрыл. Они обманывают. А вот штраф наложили. Ничего не было штрафа. Никакого. Так не бывает. Чтобы Роспотребнадзор не взял штрафы. И здесь нет еще. Судья расположилась. И погадула. Ну и юрист хороший мой наш был. Член общины. И об этом вот поедете. Молитесь. И все расскажете отцу Кириллу. Сейчас вот будем обедать. Я принес этот видео аппарат. Чтоб Сергей вам отдал. Написал инструкцию печатными буквами. Что нужно делать. Ну и все остальное. Я оплатил вам дорогу по Москве. Ну и Сергею тоже. Дело делаем большое. За нашим делом фактически соприкосновение идет. Теоретически пока. С тремя с половиной миллионами беспризорных детей. Это кто-то занимается там. Для разговора нет. Они привыкли. Пришел человек там где-то. Ну что-то такое там на работе. Неладно. Или ЖКХ. Если. Я не о себе. Я это все понимаю. И вот сегодня я пришел. И буду вспоминать как я тут приходил. Уже нет. И с Галей это встретились. Просто приятно так было. Она мне везде за руку таскала. И все по телефону. Где. Во дворе где-то там. Это находится. Дверь куда заходить. Везде. Что еще интереснее будет. Что. Союз комсомола. От КПРФ. Приняли нас как родных. Не да вообще. А там молодежи. Столько. Ну. Которые придерживаются коммунистических. И везде Сталину не стоят они этим. Поговорили. Записали. Обязательно обратят внимание. Почему Бог. Он не может уснуть. Проснулся. Еще дело. С чем занять. Он закрещал. Ай 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 ай. Пришли что. Сна нету. Может посчитать что нет. Читай. А что в библиотеке. Пошел. И первый сниток берет. Считает. И как раз. Все по ходу. И письмо вовремя в руки попадет. И читать будут. И. Я уже знаю эту историю. Ну и как. Он спас жизнь. И как его наградили. Вы помните там. Историю. Царь то. Люди то. Потомки то. Будут считать. Как его наградили. Только не написано. Никак. Это как. Жизнь спас императору. И никак не наградили. Так что потомки там вам не будут думать то. Так. И утром. Самого главного вельможу. Ворога спрашивает. А что бы. Вот. Сделать такое. Если думает. Царь наградит человека. Так. Чтобы весь народ знал. Ну не было ни телевидения. Ни айфонов этих. Патефонов. Еще нет. А то думает. А кого ему награждать. Только меня. Ох. Вот тут теперь его все мечты исполнились. Значит. Глашатый. Чтобы был. Крещал. Посадить на царского коня. Одеть его в царскую одежду. То есть он уже мечтал. Ну как Ленин. В Смольный забежит. И сядет в кресло. Вместо царя. Которого убил. Все сходится. Я в Смольном был. Слышал. Ну и то другое. Он говорит. Вот это и сделай. Сделай. Возьми коня моего. Посади. Мардахея. Вот тебе и Мардахей. Крещали. Ну и все. И крещали. И он пришел домой. Жене рассказывает. Да ты что. Пропал ты. Почему. Если уже еврей начал возвышаться. Все. Это не конец. Это конец тебе. Конец. Так и получилось. А кто. Чего. Где. А она его приглашает. И теперь-то. Раз другой царю говорит. Какое твое желание. А пригласи его. Пусть будет. И когда. Ну. Ради чего было стали. И тогда она говорит. Я бы не просила. Но народ мой уничтожает. И не. Ни за плату. Ни за что. И выгоды-то никакой. Это я это говорю. Нас уничтожают. И ни выгоды никакой нету. Но разломал дальше что. Он успокоится. Нет. Да как. Кто такой он. Вот этот Аман. И показала рукой. Картина есть. Рембрандта такая. В темно таких. Охровых цветах. И он так и сжался. И сразу. Он царь. Вышел во двор. А он к ней припал. Только не было. Он зашел. И царицу насиловать хочет. Какого насиловать-то. У него все упало. Он импотент до смерти. Какого насиловать-то. Царь сказал. И тут же башлык на голову. И больше светового не увидел. И потащили. Так он еще бросился за ним. У него перстень царский был. Он печалил. Сорвал его перстень. Он только погодя и отдал этому. Мордохею все. И царица установил этот праздник. И евреи по сегодняшний день празднуют это. А это две тысячи лет так шестьсот. Празднуют каждый год. Победа. Победа была славная, дивная. И божий народ, евреи, отмечает это. И говорит. Какое-то делает там печенье. Ушки Амана. А. Вот. Вот. Ну даже не придумаешь. Вот эти ушки собакам кормят что-то. Ну это такое. Это память. Конечно. Я не претендую на роль Мордохея. Мне это его морду тоже били. Поэтому с чем-то похож. Самое интересное. У меня одна женщина так. Из кабинета этого Медведева. Так это вы Латкина. Это вас репрессировали. Ну я после отдельно выходить. Я спросил. Откуда вы знаете. Да как об этом гудела вся пресса и все. И запомнила главное. Она по делу которое было. По фамилии. Вот так. Сегодняшний день такой. Сейчас будем на себя завтракать. Накормить. А то и тогда и дальше пойдем. Вот так. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Я это заберу. Слава Христе. Слава Христе. Так. Не уставайся. Вот так. Ну что все у нас. А правда тут. Кто звонит-то будет? Я. Давайте. Бери. Давай. Бери. Там была же Матушка. Чтобы приглашать. Там была же Матушка. За все Твои милости. Которых осознать невозможно. За всю красоту мира, которую Ты создал. Ты посылаешь все необходимое, чтобы человек славил Тебя, благодарил Тебя и в нужде вспоминал об этих дивных днях изобилия. И Вячеслав стал врагом наших этого Максима. Дай ему понять, что жизнь временная и за все придется отвечать. Тебе слава за все, Отец Твой и Святой Дух. Аминь. 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 Вчера был я спрашивал. Как это? В водополучии вернули. Куда с трудом проехали. Очень дорога плохая. И вот с переезда сразу пошел вправо. Если на 180 на трассы вернула, машина Дьюзова так. Выехали на трассу, там дождя не было. Из Барвеллы выезжать, дождь потоком шел. Выехали дальше, нету тут сухо. Господь как будто шланг переводит время от времени. Так. Выезжаете. Еще раз повторите. Когда Вас вывозить? 30-го. А это понедельник? Да. Увезешь нас на станцию? До Корщина. До Корщина, да. Так. А Вас? 31-ая. 31-ая. А сколько? С чего договариваешься? До разъезда. Здесь. Посадите и вернуйте. Значит, вот это вот твой аппарат. То есть мой бывший, который ты брал с собой и там хулиган или тебе засломал его. Я тебя каждый раз спросил. Дай, не просто как-то, а подробная инструкция. Как это было, как схватилось, что там, чтобы было понятно, что нужно. Я не имел никого, кто поедет в Москву. Она едет в Москву. Держи. Я возвращаю тебе его. Сейчас. Только поедине ни шага никуда. Пока не напишешь инструкции, не попросишь ее. Чтобы она передала там отцу Кириллу. И напиши. Отец Кириллу. То-то, то-то, то-то. Пойдите туда. Только в Москве могут ремонтировать это. Только в Москве. И они сделают. И у вас пока пустамка будет. И посмотрим, как. Или пересылать почту, или не пересылать. А может, попущий какой-то будет. Аппарат-то здесь целый. В одном месте где-то аппарат. А здесь не берутся ремонтировать. Таких деталей нет. И Марине отдашь. Она будет там в город ездить. Ты ей дорогу оплати в городе. Передвигаться там тысячи или сколько. Все остальное у нее на руках. И доехать до Думы. Деньги выслала Ирма из Испании. И Астахов туда ее прислал и все. Мне надо будет вещи в камеру хранения сдавать. Мне нужно будет вещи в камеру хранения сдавать. В общем, с ней я тебе разговариваю. Все. Меня уже нету. Я уже переоддал и отошел в сторону. Моего там еще нету. Тебе хорошо понятно? Я привез сюда, и оно мне лежит здесь уже два месяца почти. Я еще не знаю. Деструкции никакой нету. Почему ты не написал это? Только ты можешь сказать. Написать подробно. Как схватил, как тянул. Видимо, как-то это может повлиять. Скажешь, тогда может быть и там куда-то там что-то передалось. Никуда никак. Пока я не передашь в руки. А ты, Аполлина, напомни маме в Москве. Скажи, а как аппаратура? К отцу Кириллу. Знаешь, где он находится? Найду. Прямо Христа Спасителя. На этой стороне только канала. Рядом. Там метров 200. Больше-то нет, наверное. Второе. У нас были люди, которые уехали, а что-то осталось. Это Роман Малыш и Никита Колесников. Ни к одним, что они не бросили, а просто оставили. Не трогать. Я слышал, что тут вопрос стоит. Велосипед нельзя взять ни под каким видом. Даже не прикасаться. А как тогда? А тебе какая забота об этом? Как тогда? Забота этого не мне, она мешает в хозяйстве или где-то. Тебе он нужен? Нужен, значит... Я думаю так, по правде. Спросить с Никитой в телефоне, если связаться, сколько это стоит. Сколько стоит и купить велосипед. Вон новый велосипед, он его купил. Встань прямо. Так понятно? Если вы даже переводили с дома в дом, велосипед, и на шине грязь прилипла, отмыть, поставить как с магазином. Это сделать, если он нужен, прямо сегодня сделайте. Не прикасаться тем более. Это очень даже долгосрочная программа против тебя будет. Я не давал, и все. Не посягни на чужое. Десятисловие говорит об этом. Не пожелай чужого, не пожелай. Ни поле, ни ничего, ни служанки, ни рабыни, ни осла. Пушкин говорил, я все признаю, кроме одного, как не пожелай рабыни. Только одна на рабыни, поэтому я хочу с ней. Все. Пушкин даже не мог этого понять. Ни осла не тронит, машину не угонит. Все нормально. Ну, как у Королева, тоже Павел Сергеевичу это сказать, Сергей Павлович. И Бавлов говорит, ни одной пухарки мимо не пропустят. А ракетостроитель там такой, это пишет сегодня. Ну, как верит. Ну, а про Пушкин это он сам сказал. Это понятно? Ни там, где у Романа, ни там, нигде еще не прикасаться даже. Тем более, он, видимо, наказал там, кто там сосед живет, и ему, чтобы там это приглядывалось бы. Ну, тем более, то есть, оно под присмотром. Если оно где-то погибает на этом, тогда зайти и сказать там что-то погибает, чтобы не пропало. Человек может продать, кто-то будет строиться. Простые вещи. Так, я сейчас попрошу помолиться об этом деле сегодня. Мне нужна освобожденная от всякой работы Елена Анатольевна Барабаш. Сегодня минимум 7 писем надо написать в электронной версии. Отправить. Очень серьезно. Это Путину. Я уже нашел все, посмотрел. И как это? Проще пареной репа поставить письмо. За большую неделю они 16,5 тысяч получили. Конечно, он не сам. И который у него там юрист, бесплатный звонок. Может быть, даже сделаем звонок ему. Но за этим все стоит. Я не доверяю себе. Где-то не досмотрел. А там написано, что то, что вы сделаете, пошлете. И вам поступил ответ. Ничего не переправлять нигде. Иначе ты будешь писать другое, потому что у нас такого и нету. То есть у меня уже несколько было писем властяные. Надо теперь соединить нужное, взять не больше пяти тысяч знаков. А пять тысяч знаков это не так и много. Надо узнать, как это сделать. Кому я думаю послать? Определенно, четко и ясно. Это президенту, председателю совета министров Медведева. Это Путину, президенту. Третье на всю Государственную Думу послать. Генеральному прокурору страны. Мне уже все подсказали, адреса дали там, где мы были. Везде дали это. Дальше. Отдельным я депутатам, которых я знаю. Ну, считал много про них. Отдельный депутат какой-то. Заступает по Миронову. Послать отдельно Жириновскому. Ну, и там еще там одевались. Явлинские яблоко здесь у них закрыто было. Сказать ему, какую он разыграет. Нет, но он озвучит депутат может. Как-то. Господи, благослови нас. Расположи сердце твоей Елены. И тех людей, которые будут слышать. Даруй нам победу, которую одержал ты, Господи, через раба твоего Мердахея и Испирь. Над злобным и грозным Аманом. Мы просим тебя, Господи, коси сердце прокурора Максима. Обрати его на путь покаяния. Дай ему истинную христианскую веру. И утишь его натиск против нас. Не дай желаемому счастливым людям на земле. Тебе, Боже, слава за все, отчетственный Святой Дух. Аминь. Расположи, Господи, к кому мы обращаемся. Сердцем всем. И сохрани президента из всех покаяния. Истинного дай им, Господи. Чтобы они не раскаялись в добрых делах, которые их когда-либо совершили. От покушения их избавь. И нас помилуй. Тебя слава за все, отец и святой Дух. Аминь. Богу слава. Субтитры сделал DimaTorzok. Тебя слава за все, отец и святой Дух. Продолжение следует...